Я спешу поделиться с вами хорошей новостью. У нас в студии находятся бойцы проспекты, как говорят, в мире смешанных единоборств. Ребята, которые, ну, возлагают, ну, мы на них возлагаем большие, просто громадные, титанические надежды и ожидания. Итак, Миша, представление, больше слов и ознакомлений. У меня сегодня в гостях Милана Новикова, бойц смешанных единоборств, а также Идрис Идрисов. Добро пожаловать, ребятушки, как настроение, спасибо, что отозвались. Ну, рассказывайте, лэйрис ферст, как говорится, да, пусть им дам вперед, а Милана, рассказывайте, с чем вы к нам пожаловали. Это все ваше добро? Да, это все мои награды. Я их получаю с 2017 года и по сей день. Милана, сколько вам лет и когда началась ваша карьера? Моя карьера началась в 13 лет, сейчас мне уже 16 скоро будет. В 13 лет? Да. Ваши домашние не были против? Сначала были против, теперь нет. Теперь нет, они видят, да, то, что вы победу за победу. Да, теперь поддерживают. Идрис, расскажите о себе, сколько вам лет, когда вы начали заниматься смешанными единоборствами? Ну, 19 лет заниматься я начал в прошлом году. Если бы сказали, что вам 29, я бы повесил. Все-таки гены решают, да? Да, гены. Рассказывайте, как вы... Вот, то есть у нас недавно отгремел турнир ко дню независимости нашей страны. И вы там стали одним из лучших. Милана, расскажите о ваших эмоциях, о ваших ожиданиях, о ваших переживаниях. Как вы готовились к этому турниру? Мы готовились к этому турниру хорошо. У нас в зале идет ремонт, и мы совмещали и ремонт. Вы были маляром, да? Да. Строителем, прорабом, да? Между делом боями занимались. Да, да. Мы готовились и к боям, и делали ремонт. Физические нагрузки, почему бы нет? Да. Идрис, вы тоже помогали? Было. 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 Эй, Идрис, расскажите, как вы готовились? Вот, Милана, значит, прорабом работала. Так у нее прошли подготовки. Ну, я был подсобником. Подсобником? Да. Подсобником Миланы, да? Подай ключ. Да, да, да. Подержи свет, лампу, да? Милана, как вы, вы уже стали профессиональным бойцом. Скажите, как вы справляетесь с победами, и как вы справляетесь с поражением? Вот, действительно, когда после победы, есть у бойцов такой после победы, ты пьяной победой, да я же всех ху-ху, да я же лучший. Нет. Как вы справляетесь? Такого не бывает. Не бывает? Нет. Ну, скоро будет. Надеюсь, не будет. Надеюсь, не будет. Вы еще звездной болезнью не переболели? Нет. Да я же Милана Новикова, да я же всех и вся. Нет. А как вы справляетесь с поражением? С поражением? Если они у вас есть. Конечно, я плачу сначала. Угу. А потом смотрю, пересматриваю бои и учусь на своих ошибках. Без побед, без поражений не бывает побед. Угу. Ваш подсобник согласен с этим? Да. Идрис, как вы справляетесь с победами и с поражением? Одинаково, что с победами, что с поражениями. Угу. Так же начинаю заново тренироваться, готовиться. Угу. А когда вы усерднее начинаете готовиться? После побед или после поражения? Скорее всего, после поражения. После поражения. Вот когда ты взбираешься на вершину, тяжелее всего удержаться там. Можно, да, там, залихладски так залететь на вершину, но так удержаться. Расскажите о конкурентоспособности наших бойцов внутри страны. Как обстоят дела там? Много ли у нас? У нас много бойцов. У нас много. Идрис, поведайте нам, через что вы прошли, чтобы дойти до главных поединков 31 августа? Ну, я выступал раньше в любительских только. Тоже очень сильные были ребята. Я раньше дрался в 70-70 килограмм. И очень сильная конкуренция. Я перешел в 66, но тоже нелегко. А где больше представителей? В 66 или в 70? Начиная с 61 и до 70 килограмм. Это самый ходовой, да, так сказать? Да, в трех весовых лет в годах. Милана, как вы добрались до того турнира 31 августа, который прошел? На территории Сыкуля, там все было помпезно. Сначала я выступала, конечно, по-любительским. Долго выступала. А потом тренер как бы на профессиональные бои меня выдвинул. Спасибо ему, что он выдвинул нас на такой уровень. А поведайте нам, в чем принципиально различие любителей и профессионалов? Ну, любители это как футер, шлем, перчатки. Все защищено. Все защищено, да. А в профессиональном нет ничего. А в профессиональном нет ничего. Вот я много смотрел бои бесправильно, но мне довелось побывать свидетелем того турнира. Я ввел, да, вы, наверное, видели меня. Я вас объявлял, приглашал. Милана Новикова, и дресса, и дресса. А когда ты вживую это видишь, это действительно страшная вещь. Когда вот живой человек перед тобой стоит, ты с ним здороваешься, здрасте, здрасте. А потом он заходит в клетку и там дерется. Вот действительно, это страшно за этим наблюдать. Родители вот Миланы не были против, ну, сперва были против, потом согласились. А как ваши домочадцы, естественно, к вашему увлечению? Мама у меня сильно волнуется. Так все за, поддерживают. Только мама. Кем вы себя видите через пять лет? Я себя вижу. Я хотела бы себя видеть в какой-то хорошей организации. Например, в UFC. Туда бы я хотела попасть, да. UFC, вы? Ну, я так же, как мой бригадир. UFC, это для вас вышка, да? Да. То есть все туда стремятся. А Беллатар, там, они не так котируются, да, среди бойцов? Это как трамплин, да, я так понял, Беллатар для UFC. Вот скажите, а кто является вашим эталоном, Мила? У меня Валентина Шевченко. Вас сравнивают, да, с Валентиной Шевченко? Ну, бывает, да. Потому что я слышал, когда вы там дрались в октагоне, некоторые ребятушки кричали, Шева, Шева, давай вперед. И я сразу понял, это право. А как вас называют в народе? Федрис, там, Степной Волк, там. Нет, только имя. Только имя? Да. А насчет никнеймов, насчет прозвищ бойцов, каждый уважающий себя бойц должен иметь, так сказать, никнейм свой. А как вы? А у меня нету. Нет? Я представляю, как Новико Милана. Новико Милана. А если бы сейчас у вас был шанс придумать никнейм, как бы вы себя назвали? Не знаю. Даже не знаю. Шторм Милана, там. Идрис, вы как себя называете? Вот Степной Волк почему-то мне нравится. Не знаю, я даже не думал об этом. Может, в UFC потом Степной Волк, и я буду очень горд собой, честное слово. Может, я сам буду обижать, кто его знает. Вы в крепке, а я за вами. Вот скажите, как часто у нас проводятся турниры в Кыргызстане, в Пешкеке? Сейчас при пандемии турниров почти нету. В этом году почти не было турниры. А до пандемии в месяц раз, иногда бывает два раза в месяц. Но это любительские. А профессиональные в месяц 4-1 раз только. Где-то так. Примерно. А у вас такая же ситуация? Также, да. В этом году вы мало дрались? Да. Вот скажите, а как вы тренируетесь? Есть свои подходы? Не в обычных столбах? Ведь у бойцов есть свои ритуалы, есть свое видение, как тренироваться. Вот вы, Идрис, ваш обычный тренировочный день. Ну как, приходишь в зал, все начинается с разминки. Да, бег. Сначала бег. Обязательно прогреться. Хорошая разминка. Потом отработки у нас идут. Тренер ставит нас по парам и у нас идет отработка. Нас тренирует прям руководитель наш, этот тренер. Без него как бы не так тренироваться. А кто сильнее? Борец или рукопашник? Я даже не знаю. Столько лет идут споры, кто же все-таки сильнее. Базовый борец или базовый боец, так сказать. Вот вы, ваша база. Как Тренина говорит, я универсал. А, универсал. Да. И по борцам, и по рукопашным. Да. А вы, Идрис? Борьба. Борьба. И как вы считаете, борцы они сильнее будут? Физически сильнее будут. Я видел, вы неплохо так нокаутируете, Идрис. Вот я, как я знаю, борцу легче приспособиться, да, к стойке, нежели рукопашнику к борьбе. Потому что тот же Диси Кармье, сейчас Джон Джонс, они все базовые борцы. И это говорит о том, что все-таки, наверное, борцы они сильнее будут. Та же наша Валентина, ну, у нее Муай-Тай, она исключение, конечно. Да, исключение. Она сейчас удерживает до сих пор первое место в рейтинге. UFC, вне весовой даже, можно считать. Скажите, вам довелось видеться? Вы встречались ли с Валентиной Шевченко? Нет. Когда она приезжала к нам? Нет, у меня не получилось. Всей страной мы когда ее встречали, не получилось? У меня не получилось увидеть. Ну, как же я. Вот скажите, Идрис, топ-3 бойцов, по вашему мнению? Вы как эксперт, как профессионал уже, как профи, который не защищается, уже бьется. Это же Магомед Шарипов. Как по-вашему? Ну, забит Магомед Шарипов. Забит Магомед Шарипов. Он внес новое дуновение в UFC. Это кунг-фу. Никто раньше с кунг-фу не залетал в UFC. Новую технику показал. А у вас есть планы, какую-нибудь новую технику продемонстрировать? Вы работаете над этим? Да. Главное, вот у нас в зале тренер говорит, всегда нужно показывать красивый бой, чтобы возни не было. Но это некрасиво смотрится. Красиво, когда точность, техника, вот это вот красиво смотрится со стороны. А кто сильнее будет? Вот заключительный вопрос. Дисциплинированный боец или свободный художник? Дисциплинированный. Дисциплинированный. Все-таки свободный художник, он может 2-3 поединка одержать победу в 2-3 поединка, а потом сольется. Потому что нет незнаний, да? Да. Теория важна все-таки, да? Конечно. 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 Так мило беседуем. Не хочется закрывать нашу лавочку. Но все хорошее рано или поздно имеет свойство заканчиваться. Как и наша беседа, уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях побывали будущие чемпионы UFC. Идрис Идрисов и Милана Новикова. Спасибо вам, ребята. Интервью потом можете чуть погодить. Идрисов и Милана Новикова.